Привет, зритель! Ставим лайк и поехали! В последнее время стало модным полностью отказываться от употребления соли, объясняя это тем, что соль и сахар – наши белые враги. А были времена, когда соль ценилась на вес золота, заменяла деньги и была причиной неслыханных соляных бунтов, вызванных большими налогами на нее. Соль – самая популярная из пищевых добавок, без нее невозможно представить ни одного блюда как на повседневном, так и на праздничном столе. Диетологи наперебой не перестают повторять о вреде чрезмерного ее употребления, называя соль «белой смертью» и призывая сократить ежедневный прием этой вкусовой добавки до минимума. Но так ли вредна соль на самом деле? Может ли организм совсем обойтись без соли? А ведь еще Плиний говорил, что это мощнейшее лекарство. Так белая смерть или самое лучшее лекарство? Мы решили пролить свет на этот вопрос и разобраться, стоит ли опасаться этой пищевой добавки, если тебе дорого здоровья. Оказывается, если сбалансировать прием воды и соли, можно не только не допустить развития многих заболеваний, но даже избавиться от уже существующих. А половина чайной ложки соли на 2 литра воды в день помогут оставаться здоровым достаточно длительное время. Полезные свойства соли. Это вещество снижает закисленность организма, являясь прекрасным помощником в профилактике болезни Альцгеймера и заболеваний почек. Соль предотвращает обезвоживание и регулирует количество воды омывающей клетки. А еще она помогает в лечении астмы. Для этого нужно выпить пару стаканов воды, положить крупинки соли на язык и когда они растворятся, приступ пройдет. Вместе с водой соль помогает справиться с раком, увеличивая приток кислорода к поврежденным клеткам. Также соль отличный антидепрессант. Она спасет от стрессов и депрессий, помогает в выработке гормона счастья серотонина и гормона хорошего сна мелатонина. А ведь без достаточного количества серотонина невозможно иметь позитивную самооценку. Соль полезна для диабетиков. Смешанная с водой, она сокращает поражение глазных сосудов, предотвращает варикоз и появление сосудистых звездочек. Некоторые специалисты считают, что остеопороз это следствие недостатка воды и соли. Помогает облегчить сухой кашель, если ее положить на язык, а также удаляет лишнюю слизь из легких. Отвечает за мышечный тонус, именно поэтому одной из причин энуреза считается недостаток соли в организме. Активно участвует в пищеварении и передаче неравных импульсов из мозга. Помогает сохранить половое влечение. Спасает от второго подбородка. Без достаточного количества соли слюнные железы начинают работать очень эффективно, а сосуды, которые снабжают их кровью, расширяются. Постепенно влага просачивается и скапливается как раз под подбородком. Однако при всех положительных свойствах соли, конечно же, есть и обратная сторона, без которой ее бы не называли белой смертью. Вред соли проявляется в случае ее переизбытка. Она закупоривает протоки и жидкость не может покинуть организм. В результате образуются отеки и излишки хлорида, натрия начинают накапливаться. Избыточное поступление соли в организм человека вызывает различные заболевания почек, печени, сердца, а также притупляет чувствительность вкусовых рецепторов, отчего натуральная еда начинает казаться чересчур пресной. Как видишь, соль не так страшна, как порой о ней говорят. Самое главное в ее использовании это держать равновесие, в принципе, как и во всем в жизни. Есть несколько простых рекомендаций, соблюдая которые можно регулировать солевой запас. Соль в пищу нужно добавлять понемногу, каждый раз пробуя блюдо, чтобы не переусердствовать. Лучше пользоваться солью среднего и крупного помола. Ее требуется значительно меньше, а мелкая соль используется для подсаливания уже на столе. Солить пищу лучше всего в конце приготовления, так соли потребуется гораздо меньше. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно, странички в инстаграме, фейсбук, ссылки есть в описании. Всем пока!